Здравствуйте, друзья! Телерадиоканал Страна ФМ. Меня зовут Александра Хайрулина. Это программа «Лучшая в стране». Я очень рада представить вам моих сегодняшних гостей. Ну, начнём, конечно, с первого гостя. Музыкант, автор-исполнитель, певец, оперный певец Пётр Налич. Любите жаловаться, пожалуйста. Добрый день! И директор театра «Неслышащих актёров» не до слов Сергей Бидный. Серёж, добрый день тоже. Конечно, визит Петра и Сергея к нам в первую очередь связан с их совместной работой. Клип на песню «Крылья» не так давно появился в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Многие из вас уже его видели. Но те, кто не видел, скажу сразу же, оставайтесь рядышком со своими телеэкранами. В ближайшее время обязательно посмотрите его. Ну, а сейчас мы поговорим, расскажем о том, вообще, как это всё зарождалось, как появился этот замечательный, удивительный проект. И первый вопрос, который хочу задать вам, Пётр, Сергей, а вы когда познакомились? Назад. Куда три назад, да? Нет, я сейчас для Петра будет, скажем, сюрприз. Мы первый раз познакомились в 2006 году, когда я был креативным директором одного... Я удивлён, смотрите! ...евент-агентства, а Пётр выступал у нас на мероприятии на корпоративном, рядом с яхт-клубом «Адмирал». Это не 2006 год был. Это даже... Нет, это седьмой. Восьмой, седьмой, восьмой год. В общем, на самом деле уже 10 лет прошло. Да. Но мы там пообщались, перекинулись, а вот в связи с нашей совместной работой, это было года, наверное, два назад. Два, два, три. Пётр, это твоя идея или идея Сергея? Ребята мне позвонили, Паша Мельман нас познакомил. Мы сначала сходили, мы там написали передачу, помнишь, ток-шоу было. Мне очень понравилась вся эта идея. Ну, а потом, в принципе, когда ты видишь, что есть какая-то вещь, которая начинает вдруг работать, есть ребята, слабослышащие, где-то глухие, которые живые, совершенно чудесные, которые готовы общаться, и ты понимаешь, что тебе тоже очень интересно с ними пообщаться, как бы что-то вместе сделать такое, то, что называется, замутить. Вот, и я этому очень рад, и так что вот такая вот замечательная заварилась каша. То есть, с твоей стороны, конечно, никаких сомнений не было, да, стоит ли связываться с этим? Нет, нет, был момент, так сказать, просто благотворительности, просто благотворительность, это как бы одна такая сторона. А потом я познакомился с людьми, они мне очень понравились, и уже вторая сторона, то, что просто мне интересно и приятно с этими людьми что-нибудь такое сделать. Несколько слов о театре, может быть, кто-то не знает, да, театр уже на самом деле не молодой, к слову сказать, уже в следующем году, 15-летие театра, и в нём играют. Актёры не слышащие или же слабослышащие? Есть и слабослышащие, есть с полной потерей слуха. Но все они профессиональные актёры, потому что есть вуз специальный. Да, российская специализированная академия искусств государственная. Это единственный, по сути, вуз в мире, который выпускает людей с ограничениями по здоровью. Где, кстати, Сергей твоя супруга преподает. Да, супруга там же преподает, она хореография постановщик. Они все актёры с высшим образованием. Мы даже ездили, нас приглашали в Глазгу в Шотландию, мы давали там мастер-классы, показывали спектакли. Там открывался, скажем, учебный первый, единственный пробный курс неслышащих актёров, набрали там. Потому что в Европе такого нет. Образования вообще в мире нет. А наши ребята там, конечно, произвели фурор. Послужили примером для других театров. Мы продолжаем подавать этот пример, потому что, скажем, аналогов именно такого профессионального творчества глухих людей не существует. Ребята, а песня «Крылья» была выбрана, предложена Петром? Или, Сергей, ты выбирал песню? Нет, нет. Пришёл Павел Мельман и сказал, Пётр был у вас на спектакле, ему очень понравилось. И вот у него есть песня «Крылья», на которую нет клипа. Кстати говоря, как будто это единственная песня, на которой нет клипа. Паша умеет делать дела. Послушайте, как она вам. Я послушал, говорю, классная, ироничная такая, интересная и с юмором. И у нас появились сразу какие-то общие идеи. Ну и дальше уже работали над сценарием. То есть, нет, песню я не выбирал, она мне была единственная, неповторимая, дана. И вот слушайте. Ну вот сейчас, когда смотришь и слушаешь, понимаешь, что всё совпало, все пазлики совпали, что именно эта песня, да, должна была быть. И, конечно, это история, которая там рассказывается в этом клипе. Ну а дальше, значит, сюжет. Кто этим занимался? Значит, сюжет основан на реальных событиях. То есть, все истории взяты из реальной жизни. О сложности взаимоотношения. Да, слышащего и не слышащего мира. А где-то там чего-то мы подрихтовали, да, в плане, что не один в один такие истории, но они собирательные образы, и, по сути, не слышащие люди, когда это смотрят, они говорят, о, вот у меня же вот тоже так же было. То есть, мы немножко собрали. Сценарий писала Ксюша Зуева, это режиссёр клипа, она же сценарист. Она, к слову сказать, сейчас вот на последнем кинотавре дебютировала со своим полным метром. И она молодая, перспективная, набирающая и популярность, и опыт, и всё остальное. То есть, вот у нас есть ещё совместные другие задумки с ней. Вот она написала сценарий. Это было, ну, скажем, не так просто, потому что ей надо было погрузиться в эту, во всю историю. Конечно, конечно, прочувствовать её. Да, она непростая. И потом уже, собственно, приступить к съёмкам. Роль для Петра специально прописывалась, скажите? Да, мы очень хотели, чтобы Петя был с нами. Это добавляло и, скажем, социальной значимости этому проекту. И Пётр сразу откликнулся очень живо. Ну, достаточно необычная история, сняться в своём клипе, вот в окружении неслышащих людей. Да, и без музыкальных инструментов, совершенно, с полотенцем там на руке, у кого поселье где-то, да. Веселье. Без шубы, без мехов. Да, я вообще обычно без мехов стараюсь не выступать, но в этот раз уговорили. В бассейн меха не пускают. Но ты же, наверное, я так предполагаю, не все три дня присутствовал на солнечной площадке. Нет, я на одно утро там снимал. Такое время, что там моя маленькая сценка у меня совсем, это где-то заняло часа три, наверное. И ты, получается, увидел уже потом готовый продукт? Да. То есть уже когда целиком был монтаж сделан? По-моему, промежуточную версию мне присылали. Я только черновую сказала. Я только черновую сказала. Скажи, твое первое впечатление, вот какое оно было? Ну, у меня всегда, сразу мне показалось, что, конечно, социальный акцент очень велик. Еще по сценарию, когда, то есть, чтобы не свалилось, такой назидух мне вот хотелось. И вот, и Ксюша сказала, что как бы мы от этого уйдем именно изображением. И, в общем, это удалось, уйти от такого просто, знаете, вот, есть плохие люди, а есть хорошие. А в итоге плохим будет плохо, а хорошим хорошо. Ну, чтобы вот такого вот не было. И удалось это все снивелировать и сделать из этого все-таки именно просто такую художественную историю, именно эмоцию передать, а не просто, вот, знаете, вот факты какие-то изложить. Это удалось сделать, и это здорово. Конечно же, очень классно вплетены кадры, собственно, из театра самого, из Недослова. Они именно таким вот цементом являются всего этого. И именно уходом куда-то в абстракцию, чего совершенно, что необходимо в любом художественном произведении, какой-то воздух, какая-то абстракция, которая дает тебе возможность самому что-то уже на фоне каких-то фактов и прямых вливаний смысла, что-то свое достроить, что-то свое прочувствовать. Именно вот этот вот воздух обеспечивает кадры из Недослова на мой взгляд. Мы обязательно посмотрим сегодня новую совместную работу, клип «Крылья» Петра Налича и «Театр неслышащих актеров Недослов». Друзья, будьте с нами обязательно, сейчас прервемся надолго. Елену Князеву послушаем, посмотрим. Все верно, и у нас с вами, друзья, Петр Нальч, музыкант-певец «Один на всю страну» и «Театр неслышащих актеров Недослов» тоже «Один на всю страну». У нас сегодня в гостях вот Петр и Сергей Бидный, директор этого театра. Совместный проект на клип «Песню «Крылья»» мы обязательно в ближайшее время посмотрим. Кто-то из вас уже видел его в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Сереж, я очень хочу попросить тебя рассказать вообще историю небольшой этого театра. Наверное, начнем, может, даже с того, как ты оказался в этом театре. Я бы начал наоборот, потому что я недавно, а театр давно. Ты позже оказался, да, так 2003 год. 2003 год – это был выпуск первого курса «Неслышащих актеров» Российской специализированной Академии искусств. Всем стало очевидно, что никто не хочет уходить просто так в никуда, потому что трудоустройством, к сожалению, никто не занимается, «Неслышащих актеров». У них было несколько спектаклей, они решили их сохранить, договорились с Академией. Академия позволила этому театру существовать. То есть были педагоги, подвижники, которые основали этот театр. И, в общем-то, с тех пор он начал жить, скажем, такой жизнью, ну, пока нестабильный. Курс выпустился, поиграли немножко, разбежались, потому что не финансируется и все остальное. У всех своя жизнь, всем надо кушать, кормить семьи и так далее. Следующий курс выпустился опять со своими дипломниками. Собрались, поработали немножко. Вот так длилось достаточно долгое время. До моего прихода, это, скажем, традиция нехорошая, на мой взгляд, она была сломлена. Появилась более-менее сбитая труппа, которая уже не менялась, скажем так, долгое время. Я там совсем недавно, я случайный гость, можно сказать, но случай счастливый, который свел меня с театром, был момент, когда я не знал, ушел от одного образа жизни, от бизнеса. Ну, во-первых, надо сказать, что ты по профессии актер и режиссер. Да, у меня есть режиссерское образование, у меня есть актерское образование. Я закончил Саратовскую государственную консерваторию, театральный факультет с Риммой Ивановной Беляковой. Если Римма Ивановна смотрит. Привет от дома. Привет большой, да. Это было в Саратове, потом в Москве мой путь продолжался как организатор корпоративных мероприятий. Я долгое время был креативным директором и совладельцем, и генеральным директором. Мне все это очень надоело, потому что я не ощущал какой-то социальной ответственности, мне ее не хватало в моем деле. И я бросил бизнес совсем и думал как раз, чем бы мне заняться. Куда свою энергию направить? Да, моя супруга работала в недослове, и долго уже она режиссер-постановщик, хореограф, пластика. И в какой-то момент там директор сказал бывший, я, извините, у меня другие дела, и я больше не хотел бы этим заниматься. Я устал, я ухожу. И начали искать, кто же будет директором, пожалуйста, кто-нибудь встаньте. В этот момент я говорю, ну давайте я, хотя бы номинально на бумаге. Я тогда понял, ну почему же на бумаге? Давайте я уж тогда буду заниматься, колюш, у меня есть, я знаю, что такое театр, что такое управление проектом, ну как минимум. И, в общем-то, вот я влился, сейчас второй сезон пошел, как я являюсь, имею честь быть директором этого театра. А что касается театра, в собственной площадке он не имеет театр, не до слов, да? Да. Но, однако, есть постоянное. Да, нам предоставляют помещение, все та же самая Российская государственная специализированная академия искусств, в свободное от учебы время, когда аудитория опустевает, студенты расходятся по домам, на сцену выходим мы, мы репетируем, то есть нам дают время и возможности выступать. То есть мы постоянно играем спектакли там, где-то 8 спектаклей в месяц у нас получается сыграть. Это здорово. А сколько человек сегодня в труппе театра не до слов? 31 человек. Это включая всех актеров, которые являются все неслышащими, плюс педагоги, режиссеры. Это педагоги, они, скажем, они режиссеры этого театра, они педагоги специализированной академии искусств и при этом они еще педагоги-щуки. Много щукинских очень педагогов, выпускников и вообще щукинская школа театральная, она дает базу как раз профессиональную нашим актерам. А, Сереж, мы продолжим, обязательно говорите про театр, но у нас сегодня в гостях Петр Нальч также, да, я напоминаю вам, друзья. Поэтому мы сейчас с удовольствием посмотрим Петра на экране, уже в клипе, уже в произведении «Сахарный пакет». Пожалуйста, друзья, оставайтесь с нами, очень скоро продолжим общение. И это программа «Лучшая в стране». Петр Нальч у нас сегодня в гостях и директор театра «Неслышащих актеров», «Недослов» Сергей Бидный. Мы буквально через несколько секунд посмотрим в очередной раз с удовольствием клип на песню «Крылья». Это как раз совместно проект Петра и театра «Недослов». Мы уже немножечко узнали о театре, во всяком случае, где проходят постановки, репетиции, сколько человек трупит, где можно посмотреть, Сережа, и петь. Наверное, тебя тоже попросим подключиться. Очень важно, конечно, рассказать нашим зрителям и слушателям, что постановки театра «Недослов», они не только для слабослышащих или неслышащих людей. Я бы сказал, они для всех. Потому что, да, если это драматический спектакль, актеры играют на русском жестовом языке, но всегда есть перевод, во-первых, синхронный, в зале находится один или два. В наушниках? Ну, зачем? Прямо в микрофон. А, в микрофон. Да, актеры сидят, дикторы переводят, которые понимают тоже жестовый язык. То есть есть озвучка. Это первое. И второе, есть пластические спектакли, которые не требуют вообще никакого понимания языка. Мы и за рубежом их показываем, и иностранцам. Всем все понятно без слов, но это тот самый язык театрального искусства, который, в общем-то, понятен всем без исключения. И большинство зрителей нашего театра – это обычный слышащий зритель. А неслышащие зрители бывают реже в силу того, что им иногда недоступен театр при стоимости билета символической, достаточно, там, сот рублей. Они все-таки не могут себе позволить, потому что у них маленькие пенсии и так далее. Сейчас мы получили президентский грант на прокат одного нашего спектакля. Вход будет свободным для всех весь сезон. И вот это вот уже, конечно, событие для глухого мира. Потому что они получат возможность, ну, тысячи человек с квестом могут посмотреть наш спектакль. А так, если все-таки говорить про тему, то да, ну, вот Петр был у нас на спектакле, он, наверное, может поделиться. Да, Петь, конечно, для меня не очень важно для всех. Да, я бы хотел отметить то, что, я не знаю, можно ли так напрямую это связывать, то, что у ребят какого-то ограничен слух, у кого-то полная потеря. Но мне кажется, так вот, я это воспринимаю так вот эмоционально, что у них идет какая-то супер, потрясающая компенсация этого, не знаю, компенсация не очень, может быть, правильное слово, а какой-то переход этой энергии, которая не выражается вот через слух, через речь. Она выходит в жесте, в экспрессии, в наполненности образа каким-то совершенно удивительным образом. По-другому действительно выглядит игра актеров. Она может быть чуть более яркая, чем обычный драматический актер, который все-таки идет с речью, да, поэтому у тебя... А это идет в большой степени именно пластика. Пластика — это мимика, и это не оставляет равнодушным, безусловно. Поэтому, конечно же, это для всех. И, разумеется, вот в клипе «Крылья», друзья, вы сейчас увидите, что, мне так кажется, игра актерская, именно не слышащий актер, гораздо выразительнее. Чем моя, точно. Не в моем случае не хочу, да, обижать актеров, слышащих там, да, разумеется, они тоже прекрасны, профессиональны, но в данном случае, да, явно разница. Я хочу приводить пример. Мы бываем на театральных фестивалях, когда бывают... Наряду и с обычными, да? Конечно, наряду со всеми, да. Мы, скажем, не отстраняемся. Мы, наоборот, больше тяготеем к обычному профессиональному театральному искусству. Критики часто говорят о том, что вот надо у них поучиться тому, как они с партнером работают. Потому что слышащие актеры, они могут сказать, но не отдать эту энергию, не послать своим партнеру. А наши ребята, актеры, не могут этого. Они не могут не послать. Они должны связаться. Это театральные стулаты, да, с чего театр начинается. Театр искусства коллективные. То есть для них партнер самое главное. Они не существуют сами по себе. И это обогащает очень эмоционально сам спектакль, актерскую группу. Ну, давайте посмотрим теперь, друзья, клип, песня «Крылья», Петр Налищ и театр неслышащих актеров. Не дослов внимания на экраны, ближе к приемникам. Смотрим, слушаем. Закружились девчонки, мальчишки, вихри безудержной страсти. А меня не оставили плакать, сидя на стиральной машине в ванной. Поступили жестоко, обломали крылья и оставили плакать, забывая про совесть. Что же это такое? Где же правда люди? Ах, и я один поливой, справедливый, спокойный. Субтитры создавал DimaTorzok Закружились девчонки, мальчишки, вихри безудержной страсти. А меня не оставили плакать, сидя на стиральной машине в ванной. Поступили жестоко, обломали крылья и оставили плакать. На стиральной машине, ах, и что же это такое? И где же правда люди? Ах, и я один поливой, справедливый. Ах, и я один поливой, справедливый. Крылья, друзья, Пётр Налич и театр «Не слышишь актёров, не до слов», спасибо огромное. Вам спасибо большое за эту работу, потому что, ну, во-первых, конечно, Пете, огромное спасибо за музыку, за всю аранжировку, за сыгранный блестящий материал, ну и за актёрскую потрясающую игру у актёров театра «Не до слов». Привет им большое, пожалуйста, всем передавай, Серёж. Непременно, да. Да, и, конечно, наш, ну, просто прям респект такой большущий, большущий и абсолютно искренний. Мы переведём эфир для них специально. Да, Сергей, ну, конечно, мне хочется узнать о каких-то ближайших постановках театра, да, что планируется, какие-то планы, наверняка уже есть что рассказать нам. Есть что рассказать, планов громадьё. Если честно, значит, начну с дальних планов. Лишь мы здесь с Петром. У нас есть задумка продолжить наше совместное творчество и сделать художественный фильм «Полный метр», мюзикл. Сейчас уже мы работаем над сценарием, где всю музыку мы пишем, что Пётр, а где сыграют наши... Пётр сделать это легко, потому что уже огромное количество спектаклей поставлено на музыку, фильмы, мультфильмы, в общем. Да, собственно, идея-то не на пустом месте родилась, да. Вот такая совместная работа нам предстоит. Собственно, этот клип, он как бы предварял всё это. Надо было попробовать, пристреляться, да, понять, что, куда и зачем. С радостью сообщаю, что мы едем на гастроли. Спонсором выступила коммерческая компания. Спасибо им огромное, низкий поклон. То есть они даже не спонсоры, они как жертвователи. То есть они пожертвовали безвозмездно. Мы едем на Дальний Восток, мы сыграем в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. Это 3, 5 и 7 октября. И 1 октября мы сыграем на космодроме Восточный для сотрудников космодрома. Это уникальная вообще, конечно, история. Мы привезём туда наш новый спектакль. Это последняя премьера «Здесь птицы не поют» по песням военным. Крайне эмоциональная получилась работа, мощнейшая. Я приглашаю всех на этот спектакль, поскольку вход туда будет свободным. Я как раз говорил, мы получили от президента грант на прокат этого спектакля в течение всего сезона. По два спектакля в месяц мы будем играть. Значит, сейчас мы готовимся ещё к другим грантам, пишем заявки. У нас сейчас, я уже упоминал об этом, готовится постановка нового спектакля по песням Гаррика Сукачёва. Игорь Иванович дал своё предварительное согласие. Этим спектаклем мы хотим отметить наш юбилей 15-летний. Серёж, прости, пожалуйста, что прибиваю. Это вот какая-то сценировка этих песен? Да, это пластический, драматический спектакль, где будет... Я немножко приоткрою завесу тайны. Ну, конечно. По сюжету это будет двор, советский двор, начало 80-х, где-то там новостройки, а здесь ещё вот эта старая советская жизнь, когда все семейные драмы, все любились, расстались, спились. Здесь всё это вот в этом маленьком дворе происходит. Песни с окраины. Мы собрали такую достаточно сборную солянку из разных альбомов, но это все хитовые песни. И это будет, в общем-то, спектакль с сюжетом, где будут развития персонажей, где будут характеры. Всё начинается... Всё о любви, о чём поёт гитара. Да, это будет лейтмотив такой. Больше пока рассказать ничего не могу, ибо режиссёры пока что думают над деталями. Это будет очень яркая работа. Серёж, надо рассказать, наверное, сайт, где можно назвать его, где можно как раз следить и за гастрольным графиком, и как раз об установках, когда премьера состоится. Да, у нас есть сайт www.nedoslov.ru. Если по-русски в любом поисковике «Недослов», то выпадаем только мы других «Недослов». Нет. Поэтому там есть репертуар текущий, есть афиши, есть раздел «События», есть подробное описание того, как театр родился, есть вопросы-ответы, потому что у многих, а как вот неслышащие приходят туда, что они слышат, а как слышащие понимают, о чём речь, какие-то вот, как мы репетируем вообще. Я думаю, что эти вопросы очень долго ещё придётся на них отвечать, они будут существовать. Мы с удовольствием, мы начинаем наш путь в, скажем, большой экран, да, эфиры большие, поэтому мы готовы рассказывать об этом, потому что об этом нужно знать. Это, в общем-то, социально значимый проект, это можно даже его назвать социальный бизнес, что ли, да. То есть моя задача как директор сделать так, чтобы ребята своей профессией зарабатывали себе на жизнь, потому что они сейчас, помимо репетиций и спектаклей, и гастролей, они имеют почти все какую-то работу другую. Кто-то гвозди ночью помогает на станке делать в ночной смене, кто-то в Ашане на кассе сидит, или в кладовой где-то там подсчитывает чего-то. Ну, то есть это не то, чем они учились, а это то, что им государство пока даёт. Вот, поэтому мы будем рады видеть зрителей на спектаклях, и заходите на сайт, конечно, там максимально полно сейчас представлена вся информация о нас. Мы сейчас сделаем так, что там начнут ещё и билеты продаваться, об онлайне, потому что, да, сейчас пока есть только бронирование, а когда люди забронировали, они часто не приходят, полупустые залы, при том, что мы отказываем многим, у нас, когда всё нормально, у нас аншлаг. Всегда у нас маленький зальчик, 45 мест, и заполнять его, в общем-то, не составляет никакого труда, но вот из-за этой системы мы немножко пока страдали, сейчас мы приводим всё в божеский вид. Серёж, я хочу знать, а как ты общаешься с актёрами? То есть при этом есть какой-то переводчик, или ты уже познаёшь постепенно-постепенно? Я пока очень медленно познаю, поскольку у меня совсем нет вреда, огромное количество, с утра до вечера, то есть я занимаюсь только театром, есть переводчик, конечно, некоторые ребята считывают сгуб, у кого-то есть остаточный слух, кто меня слышит, они же тоже, то есть в Советском Союзе их называли глухонемые, они не немые, они почти все разговаривают, и, в общем-то, достаточно внятно их можно понимать, то есть они не слышащие, но говорящие, поэтому мы находим общий язык, ну а потом есть же, например, международный жестовый язык, он строится на пантомиме, и, в общем, можно понять без слов, и с иностранцем мы как-то объясняемся, это тот самый случай, когда можно показать какие-то жесты, и мы поймём друг друга, но я обещаю, я выучу, я буду учить жестовый язык, он нужен, конечно, для общения. Друзья, мы продолжим общаться с нашими гостями, давайте мы сейчас совсем ненадолго прервёмся, Жасмин, ты моё-моё, оставайтесь с нами. Невероятно, друзья, интересно, и, конечно, нескрою, хорошо сегодня с нашими гостями, Пётр Налич, Сергей Бидный, мы говорим много о театре «Недослов», ещё немного чуточку поговорим, ближе к концу, но, конечно, Пётр, я должна к тебе обратиться с вопросами, но, в первую очередь, где тебя в ближайшее время могут увидеть поклонники твоего оперного творчества, так сказать? Ну, вот сейчас у нас в нашем, в Гнесинском студенческом оперном театре продолжается новый сезон, сейчас мы будем делать травиату. О, какая красивая! Да, соответственно, у меня будет Альфред, также там будет «Волшебная флейта» в октябре и в декабре «Богема». Вот, а также сейчас есть один интересный очень проект, так называемый, вот, я недавно сам про это узнал, про иммерсивный театр, вот, то есть когда люди погружены как бы в это всё, и сейчас будет создаваться, всё, сейчас уже мы репетируем в полный рост, иммерсивную оперу, это будет «Пиковая дама». Потрясающе! Больше подробностей пока не могу сказать, там всё очень таинственно, всё очень загадочно, но это очень мощная, большая история получается, очень как-то она и художественна, и музыкально проработана, очень интересно, почему мне кажется, это будет очень круто. «Романсы» и песни Утёсова. «Романсы» и песни Утёсова, давай рассказывай. А, кстати, «Романсы», да, 5 октября в Доме архитекторов в Белой гостиной буду петь камерный репертуар, это романсы Глинки Драгомышского, ну и немножко Чайковского, то есть это как бы русские классики. Это потрясающе, я вот лично не присутствовала на концерте, но я посмотрела очень много видео, это невероятно, если будет возможность, управляйтесь обязательно. Да, такая большая часть моей жизни, вообще, именно исполнительство академическое, точнее, не академическое тоже, то есть и все совместные жанры, типа Утёсов или, например, неаполитанские песни, которые это что-то на грани, а их поют и эстрадные певцы, их пели итальянские, Клаудио Вилла и прочие замечательные выдающие певцы, и академические, там, те же Повороти, Дель Монако и Карелли, все тоже пели все эти же самые песни, то есть эти песни, которые, они такие гибкие, как пластилины, можно сюда немножко их перебрать, можно сюда, их можно исполнять там под три инструмента просто, а можно с оркестром, то есть они тоже, опять же, очень подвижные такие по своей вообще сущности. То есть вот такие вот какие-то вещи, да, происходят, и я всю жизнь, я думаю, пока голос есть, буду все это петь. Здесь романс, здесь оперную арию. Здесь романсы, да, потом тут она переходит в оперную арию, там она переходит в неаполитанскую песню, из неаполитанской песни переходит в там Бутёсово. В народную, не для меня. Да, потом переходит в народную песню, да, а потом уже в мои этнические всякие экзерцисы и так далее. Петь, ну еще же ты такой скромный и молчишь, а ведь на самом деле сейчас идет такой серьезный процесс, в интернете происходит, идет сбор средств от поклонников на запись нового альбома. Давай об этом расскажем тоже. Да, мы уже собрали 440 тысяч рублей, нужно 600. Запись нового альбома, собственно, часть я уже материал записал, мы писали на масс-фильме, причем писали на пленку, там восстановлены все замечательные пленочные штудеры. То есть это дает просто особое звучание, классное. Ну, все, кто занимался звукозаписи, знают, что такое писаться на пленку, а кто не знает, могут понять, почему им так нравятся многие старые записи. Именно потому, что они писались на пленку, то есть в аналоге. Часть вещей уже записана, часть уже начинается в стадии сведения, так что это все в процессе, и мы продолжаем сбор средств на планета.ру, так что, да, заходим, не проходим, а заходим. Так что, да, друзья, хотите как можно скорее услышать и увидеть, и потрогать, и послушать новый альбом Петра Нальча, но лучше надо принять участие в его создании. Да, называется «Отражение в лужах», то есть это такое пока... Там есть какие-то вещи, которые настроением объединяются, есть которые как-то я еще не знаю, как объединить, возможно, по звуку, то есть это такое вот... Я постараюсь это именно сделать в одном таком каком-то фантазийно отвлеченном настроении, то есть это, может быть, там будет чуть меньше веселых, хроничных текстов, которые я так люблю, и чуть больше именно чего-то музыкального. Скажем так, звукового. Мы будем ждать тебя очень с твоим коллективом с презентацией этого альбома, так что мы желаем тебе удачи, и, может, как-то даже примем участие в сборе средств. Да, давай, и так, да. Спасибо тебе большое, и в том числе за то, что сегодня у нас в студии оказался Сергей. Мы тебе желаем удачи. Спасибо, Илья. Друзья, ходите на концерт Петра Нальча, смотрите, следите за его творчеством. Ходите на спектакль «Не до слова», да, на все наши. И обязательно, да, сходите сначала на официальный сайт театра «Не до слова», потом обязательно отправьтесь на постановку, следите за этими очень талантливыми актерами, невероятно выразительными. Сергей Питин, директор театра сегодня «Не слышащих актеров», «Не до слова» был у нас в гостях. Сергей, спасибо тебе большое. Саша, спасибо. Твоя энергия, твои глаза, твои планы. Я верю, что у этого театра огромное будущее. Все получится. Просто большое будущее. Все получится. Еще раз большой привет всему коллективу театра, вот так скажу, от телерадиоканала «Страна ФМ». Ждем ваших и совместных новых работ и отдельных. Спасибо большое, Мишара. Спасибо, Саша. Спасибо.